Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля, она же iWForever, то бишь я. В общем, этот обзор будет посвящен моей маленькой покупочке на Али, где я уже не заказывала, ну, год-то точно, полтора года, наверное, уже. Я приехала из деревни, была у меня маленькая шабашка, и я решила, что могу себе позволить зайти на Али. Как получилось, что туда зашла, я даже не помню, из чего вообще я туда зашла. Ну, суть такая, что зашла, увидела распродажу очередную, и у своего любимого продавца смолы пуэра увидела кое-какую смолу, которую еще года два назад хотела купить, но она тогда, конечно, стоила дороже, а тут внезапно дешевле, да еще, ну, в общем, 573 рубля я на нее и стратила. Там вообще 572 было с какими-то копейками. И написано было, что там доставка от 22 до 48 дней. Ну, соответственно, все такое, просто пыры. И 7 дней в обработке, потом 9 дней в обработке. Ну, в общем, я купила. Оно у меня меньше суток, наверное, провисело. Ну, буквально, наверное, через сутки он мне отправил, потому что там обработка этого платежа где-то сутки идет. В общем, оно меньше суток, уже у меня было как оплачено числилось. И вот он мне его отправил 1 сентября буквально. И, в общем, грубо говоря, оно шло 10 дней, из них 2 дня оно шло до Китайской почты. Видимо, оно пешком шло от продавца до Китайской почты, потом отправилось. И вот буквально уже, наверное, числа 7-го или 6-го, отбрать не буду, точно не помню. Просто оно уже было, в общем, допустим, рано утром оно вылетело из Пекина и где-то поздно вечером прискакало уже в Москву. В общем, оно вышло с таможки. Мой приятель Дима, с которым мы до сих пор еще общаемся, хоть и по сети пока что. Или, не знаю, может быть, так и будем продолжать. Именно только по сети будем общаться. Короче говоря, няшный сынчик мне вчера выдал. Я говорю, вот, говорю, прикинь, смола уже там от Ярика отошла. Наверное, в субботу я получу, ну, типа фига зла. И тут я, значит, понимаю, что она пришла. Уже в субботу мне сегодня приходят уведомления на почту, что смола уже где-то там в Угличе. И я ему пишу, что вот, говорю, это, думаю, написать, что я ее, типа, получила. Потом думаю, фиг знает наше отделение, вдруг оно не работает. Ну, в общем, я сегодня, буквально у нас совершенно спонтанно с Настей получилась еще очередная четвертая уже поменяшка. Я отправила сегодня свое, она отправит мне в понедельник. Вообще, так как я в понедельник уезжаю в деревню и до пятницы, то я сначала думала, ну, может, потом, может, так. А тут получилось, что я как-то спонтанно собрала эту посылку. Благо, у меня коробочка почтовая была куплена про запас. Ну, и я, соответственно, поскакала на почту, смотрю, у меня выдавление. Как раз вот, сейчас соображу, где у меня тут. Ой, блин, тут. В общем, сейчас я вот так вот сделаю, потому что тут с двух сторон мой адрес. Нафиг вам его знать. Ну, и, значит, вот такой маленький пакетик, 65 грамм, как тут написано. Я уже не помню, сколько вообще там грамм должно было быть, но там, кажется, 10 квадратиков таких смолы, на которые я засматривалась. И они вроде как должны были чуть побольше, чем те, которые у меня лежат в виде кофейных зерен. Ну, короче, смотрю, у меня там эта бумажка, забрала посылку, отправила Насте, написала, потом Диме уже, когда поехал по делам родни в ДСН или ДНС, я уж не помню этот магазин, где я как раз штатив покупала. Ну, и что, вот, типа, я забрала посылку. Эки-ки. Ну, соответственно, сейчас будет распаковка этой посылки. И потом, после того, как видео будет заливаться на Ютубе, я, соответственно, напишу продавцу, что да-да, я ее получила, все окей. Ну, будем надеяться, что все окей. Вообще, продавец мне очень нравится, и ссылка на его магазин будет, конечно, под видео. И, как я поняла, хоть я полтора года уже, ну, где-то так, не заказывала на Али, последний раз, точнее, последние полтора года назад у меня был еще нормальный такой контакт с продавцами с Али, а потом уже были или шерпатрым какой-то присылали, или вообще не поймите что. В общем, те, кто, я так поняла, хотят продавать, хотят, чтобы у них покупали, хотят нормальную репутацию, они сделали вот эту очень быструю доставку ЕМС или ЕСМ. Ну, конечно, вы в комментариях меня подправите. Кто-то даже обзовет меня дуриндой, как мне там где-то написали по поводу Тоника. Митилярки. Короче говоря, и, ну, в принципе, можно умные же называют себя дураками, а дураки себя дураками не считают. В общем, дальше, короче говоря, если я считаю, что, поняла так, продавцы, которые хотят, чтобы у них покупали, чтобы у них шел бизнес, они делают действительно нормальную доставку, делают вот эти отслеживающие треки, и идут навстречу покупателям, ну, и делают, соответственно, эти скидки. Я не знаю, как там Дори Аксю и хорошие подарки сейчас существуют. Может, когда Дима последние годы два назад заказывал что-то там у Дори Аксю, они, в общем, ему не совсем дослали. Правда, возраст сделали, конечно, но было не очень приятно, потому что магазин я ему советовала этот. В общем, перехожу к вырезанию этой, как бы я так прорезала, чтобы ничего не задеть. Так, у меня там фоном, возможно, видите, вот такой чайчик, я однажды его обозрю, вряд ли до деревни, но постараюсь после деревни, наверное, обозрить и все, что у меня там чайное осталось, и всю эту свою коллекцию, пока я еще не успела испить. Всякие там шоколадки валяются фоном, карамельки от Алены его. Привет тебе, если смотришь меня. Так, вот теперь, значит, снимаю этот пакет. И тут, оказывается, пакет сложен вот так вот, два пакета, ну, пакет в пакете, или пакет так заложен, в два раза сложенный. Блин. Вот, что у нас тут вылазит? А что у нас тут вырезало? У нас тут вырезали эти пузырики, которые можно щелкать, но они почти все уже сами прощелкались, и, видать, пока летели, кидались и прыгались. Почтой Рашки и не только. Тут у нас вот такой пакетик. У меня были такие пакетики, точнее, вот эта фигня, я хотела еще записать СМР и пощелкать им, но получилось так, что я их все истратила, когда посылала последний раз Настя по меняшку, эту змейку заворачивала. Пакетик у нас, сначала казалось, что он бумажный на ощупь, ну, в общем, вот такой вот пакетик. Так он сложен. Вот в подобном пакетике, когда я однажды, у меня было неудачное свидание в Ярике в 2012 году, в 2012 году, и я тратила 6,5 тысяч на чай, там, чуть-чуть, на какие-то, по-моему, женьшени с маточным молочком, короче, в общем, 6,5 тысяч у меня ушло на чай тогда. В магазине чайного долголетия, центр чайного долголетия, который через 2 месяца помер, видать, я все, что можно, скупила. Ну и, короче говоря, там вот тоже такие похожие пакетики были. Сейчас мы его... Ну, кстати, обычно надо вроде как здесь прорезать, да, а потом скрыть. Ну, как тут нарисовано. Но у меня уже оно само по себе, ничего не прорезая. Видимо, просто было, может, заклеено, уж не знаю, но делать из этого минусы, не считая нужным. Так. Говорят, что он обычно посылает бонусики. Он, да, и чаще всего посылает бонусики. У меня тут никаких бонусиков нету. Ну да ладно, я от этого не помру. Тут у нас ровно 10 вот таких штучек. И сейчас я узнаю, смола ли это все-таки, или все же пуэрки. Не поверите, а это все-таки смола. То бишь у нас тут, ну да, где-то вот, по-моему, 50 грамм, вот одна, сколько там, 50 на 10. 5 грамм, короче, штучка одна должна быть. В общем, вот эту штучку, я ее не буду до конца разворачивать, хотя, в принципе, могу развернуть. Что уж, я тут делаю обзор такой, да, люди должны знать лицо, что они собираются брать. Сейчас буду немножко в крошках от смолы пуэра. Вообще, я смолу пуэра очень люблю. Ее вот так вот, ну, на сейсе, когда я ездила, утром встаешь, или куда-то просто рано утром едешь, и не выспался, нифига, поднять себя надо. Ну, в общем, она самое то, спасение только так. Там машина у нас, у кого-то, у соседей. Вообще, я заметила, люди стали любить ставить машины у домов, и чтобы травить этим газом окружающих себя заодно. Вместо того, чтобы купить гараж, или хотя бы поставить машину в гараж. В общем, у меня тут руки становятся в этой пыльце волшебной, блин. Вот такой вот. Вот он. Я не до конца с него сняла шкурку. Ну, я думаю, видно и понятно. В общем, такой у меня был обзор моей маленькой посылочки с олеей с чаем, точнее, со смолой пуэра. И я думаю, что, ну, вообще, в принципе, у меня сейчас есть чай, и были бы там цены чуть поменьше, потому что у меня еще сейчас жаба душит на это все, на самом деле. Вот я раньше только денег тратила, там, тысячи какие-то вообще жуть. Могла, не знаю, тысячи-две грохнуть только на какой-нибудь чай, только на какие-нибудь там два пуэрчка, да, или там на сам один пуэр. Ну и я сейчас как-то все попустила, приела сейчас, допиваю то, что есть. Пуэра там у меня, в принципе, прилично, хотя в точек у меня уже практически нету. Только в деревне остался. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада, я не зря потратила время и успела уложиться до прихода сиделки ночной. Если вам вы подчеркнули что-то интересное, за себя или новое, или хотя бы потом пройдетесь по ссылке и купите такой же себе чай или какой-то другой. В общем, очень классный, хороший продовес, он быстро буквально доходит. Он раньше, в принципе, хорошо доходил, хорошо упаковывал, но тут ну, минус два дня, что оно шло пешком до китайской почты и то, что оно за восемь дней от Пекина, от Китая, там от какого-то города китайского долетело до Углича. Это вообще супер. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!